Истории, которые тянутся годами и где депутат становится последней инстанцией, часто звучат в этой приемной. Одну из них рассказали жители бараков в Дагомысе. Туда их заселил еще при советах БАМ «Стройпуть», который намеревался возвести на берегу моря санаторий. Строителей пригласили и на этом все. Далее приватизация, перепродажа имущества. Неизменным оставалось только одно – место проживания тех самых рабочих. С приходом нового собственника ситуация изменилась в корне. Нам отключили воду, отключили нам свет. Мы уже второй год без воды и без света. Нам предприниматель один дал электричество. Только я даже утюг не могу включить, чтобы погладить. Новый собственник намерен попросту выжить людей. В судебном порядке разрешить проблему не удалось. Ответчик не явился в зал заседания. Повлиять на эту ситуацию пообещал депутат Госдумы. Как, впрочем, и на другую. Следующие посетители приемной также оказались озадачены жилищным вопросом. Они не могут договориться с санаторием «Голубая дача», на чьей территории располагаются их дома. Этот санаторий должен построить дом для всех жильцов. Отселить их должны туда. После этого эти дома идут под снос. Но они начали не с переселения, а ломать. Есть программа «Бетхое жилье». Но они отказались от этого, от этой программы «Бетхое жилье». Вот и получается, что собственник, а это Минздрав Ростовской области, ведет себя как известный герой романа «Лопы де Вега». Сам не использует объекты и территорию, и другим мешает. Санаторий не функционирует. Судя по всему, средств в Ростовской области нет. И сейчас мы поставили вопрос перед губернатором, или вы развиваете эту территорию, или надо принимать какие-то решения. В конце концов, в Сочи земля дорогая, и всегда найдется, кому здесь быть. Вопрос ребром прямо во время приема граждан Константин Затулин поставил и перед Теплоэнерго. Тарифы растут, при этом от населения в ультимативной форме требуют платить не только за горячую воду и отопление, но и за общедомовые приборы учета. Их гражданам обещали установить бесплатно, но после установки стали требовать денег. Насколько это обосновано и законно, предстоит разобраться юристам сочинской приемной депутата.